Так, я пока скажу несколько водных слов. Итак, сегодня мы проведем вебинар на тему срочного рынка нефтепродуктов СПБ МТСБ. Этот вебинар мы назвали «Введение в рынок нефтепродуктов срочный», потому что в рамках этого часа, который он займет, мы расскажем о том, что за продукты на срочном рынке в виде фьючерсов у нас торгуются, некоторые базовые принципы, которыми этот рынок руководствуется, как использовать фьючерсы, не то чтобы поверхностно, но достаточно кратко затронем. То есть примеры использования фьючерсов тоже сегодня мы расскажем. Это вебинар, скорее рассчитан на тех, кто уже заинтересовался срочным рынком, у него есть какие-то вопросы, поэтому мы постараемся такие базовые вещи рассказывать, которые, возможно, прояснят многие оставшиеся непонятные темы в срочном рынке для участников, и что-то, может быть, станет более понятно. И потом есть вебинары у нас более подробные на тему срочного рынка, которые те затронутые базовые вещи, которые мы сегодня расскажем, более подробно раскрывают. У нас с карантином, который долго был в России, мы, в принципе, начали на СПБ МТСБ использовать активно вебинары, и сейчас мы понимаем, что это очень эффективный инструмент для продвижения нашего рынка и для, так сказать, возможности донесения информации до всех, кто интересуется. Поэтому будем продолжать вебинары дальше. Они будут рассчитаны на разные уровни погружения в рынок. Сегодня это некая вводная часть. Мы сделаем сегодня так. У нас сегодня примерно час занимает, собственно, сама тема вебинара, где мы рассказываем по презентации о том, что это срочный рынок, после чего мы от вас принимаем вопросы в чате, которые можете задавать либо по ходу рассказа, либо в конце. Мы на него, соответственно, эти вопросы отвечаем. Вот. И, собственно, запись всего вебинара будет выложена потом в YouTube на канал СПБ МТСБ, и всем, кто регистрировался на сегодняшний вебинар, будет ссылка прислана вместе с презентацией. То есть презентация будет по итогам разослана и запись. Можно будет дальше пересматривать. Ну и, конечно, мы готовы отвечать на вопросы, которые после уже вебинара будут у вас возникать. Сегодня я с своим коллегой Алексеем Четюрином проведу этот вебинар. Сначала я расскажу некоторые базовые теоретические вещи о нашем рынке, после чего Алексей дополнит уже практическими примерами. Вот. Ну и в конце мы вместе ответим на вопросы, которые вы нам напишите. Так. Я предлагаю начать. Я думаю, уже все, кто хотели подключиться. Да, вот у нас уже участников достаточно много. Давайте начнем. Базово срочный рынок – это одна из разновидностей финансовых рынков. То есть аналоги можно привести как фондовый рынок, товарный рынок, денежный, валютный, срочный. То есть на срочном рынке торгуются срочные контракты или стандартные контракты, которые называются по-разному фьючерсы, опционы. Вот. На нашем рынке торгуются фьючерсы. Сегодня об этом мы расскажем. То есть есть рынок, где торгуются облигации, есть рынок, где торгуются товары. Вот, например, в нашей секции нефтепродукты – это товарный рынок чисто. Да, там стандартные контракты фьючерсы не торгуются, там есть товар. Есть денежный рынок, есть валютный, где валюта торгуется. И вот сегодня у нас, наше, так сказать, внимание будет уделено именно срочному рынку, как место, где заключается этот фьючерс. Мы рассказываем вам именно про биржевой рынок, то есть рынки можно разделить на внебиржевой и биржевой. Мы расскажем сегодня про наш биржевой рынок, где все сделки с фьючерсами заключаются по стандартным правилам, по стандартным спецификациям, где есть стандартная процедура заключения сделок, исполнения и риски контрагента ограничены тем, что на биржевых рынках существует клиринговая организация, которая, собственно, несет на себя основные риски. Вот, результатом биржевого, кстати, использования биржевого рынка вне биржевого становится больше прозрачность, риквидность. То есть это место, где гораздо легче найти контрагента и увидеть более рыночную цену. Вот, в отличие от небиржевого рынка, где, соответственно, все действует по двусторонней договоренности, нету никаких дополнительных способов ограничить риски контрагента, и, соответственно, цена, которую вы там получаете, это результат вашего двустороннего договоренности с контрагентом, она, в общем, остается никому неизвестной и непрозрачной. Именно поэтому биржевые рынки считаются с точки зрения образования гораздо лучше, чем вне биржевого. Если говорить о том, какие биржи существуют в мире, на которых, в том числе, торгуются товары, то можно и российские привести, это московская биржа, SPD, МТСБ, ну и основные иностранные биржи, это чикаговская товарная биржа Chicago Mercantile Exchange в Симе, и Intercontinental Exchange, на которых также торгуются товары, это основные мировые центры, где торгуются товары, именно биржевые. Вот, так что мы фактически, ну в России SPB, МТСБ это крупнейшая товарная биржа. Когда мы говорим про срочный рынок, надо понимать, что мы таким образом сразу обозначаем его отличие от обычного рынка, где расчеты начинают по сделке происходить сразу. То есть по российскому законодательству классификация срочных сделок, это сделки, которые исполняются в день больше, чем Т2. То есть Т0 заключение сделки, Т1 завтра, Т2 послезавтра, и вот все, что дальше, чем Т2, это срочный рынок. Вот мы сегодня будем говорить о срочном рынке. Соответственно, сделки, которые заключены, и начинает исполняться сразу, это SPOT, так называемый, да, где SPOT больше, чем 2, Т плюс 2, это, соответственно, уже срочный рынок. Срочный рынок, в принципе, нужен для нескольких целей. В основном он, собственно, базово появился как механизм страхования от ценовых изменений в будущем неблагоприятных, то есть это то, что называется хеджированием, то есть страховка от неблагоприятного изменения цены в будущем. Это тот, собственно, та идея, которая дала базовое рождение срочного рынка когда-то, там, 19-го, 18-го веки. Вот и по-прежнему это становится, это еще актуальнее. И, например, одно из возможных использований срочного рынка, это продажа или покупка в будущем, да, у вас пока еще нет, возможно, ни товара, ни денег под полную оплату его в будущем, но вы уже можете использовать срочный рынок для того, чтобы покупать что-то и продавать что-то в будущем. Вот. Ну и, конечно, как всякий биржевой рынок, срочный рынок это источник заработка на ценовых изменениях. И здесь это особенно удобно делать, если сравнивать это с рынком обычного товара, с под-рынком, где вы должны все-таки иметь физический товар для того, чтобы получать выгоду от изменения цены на него. Срочный рынок, он, с одной стороны, связан с физическим рынком, потому что, например, поставочные фьючерсы, они заканчивают поставкой, да, но при этом до того, как поставка началась, вы можете успеть купить, продать фьючерсы, еще раз купить, еще раз продать и получить выгоду от изменения цены. Это тоже одна из целей, ради которой приходят на срочный рынок. Вот. Кто, собственно, эти участники срочного рынка? Их можно грубо разделить на три категории. Это хеджеры, которые, собственно, сам рынок формируют, они приходят сюда страховать свои будущие риски от неблагоприятного изменения цены. Это спекулянты, которые, собственно, насыщают рынок ликвидностью. Они готовы купить у хеджеров их риски, чтобы заработать на этом деньги. И арбитражеры – это разновидность спекулянтов, которые видят неэффективность ценообразования на соседних биржах, в соседних регионах, в соседних, например, месяцах исполнения. И зарабатывая на этих несоответствиях, они делают цены эффективными и рыночными. То есть это фактически спекулянты, которые не просто дают ликвидность, а обеспечивают предыдущие цены. Вот все три компонента для нормального функционирования биржевого рынка нужны. И без них, без трех, что-то будет не хватать. Поэтому мы, собственно, на срочном рынке, каждый участник может быть в какой-то момент хеджером, в какой-то момент спекулянтом или арбитражером. Кто-то его, собственно, не заставляет какой-то на себя обязательно ярлык вешать. И многие участники, приходящие к нам на срочный рынок, с целью хеджирования, например, в процессе погружения в тему, понимают, что и спекуляции их тоже интересуют. И это, оказывается, для них тоже интересным направлением. Немножечко нашей биржи. Да, у нас биржа, я думаю, что... У нас часто приходят на срочный рынок те компании или те участники, которые уже знают что-то о срочном рынке... Извините, о рынке нефтепродуктов СПБ МТСБ, о спот-рынке. То есть большая часть участников нашего срочного рынка это компании, уже торгующие продуктами на СПБ МТСБ. С одной стороны, я предполагаю, что они уже знают, что такое СПБ МТСБ, но, тем не менее, есть и люди, которые приходят конкретно на срочный рынок. Поэтому я немножко расскажу о СПБ МТСБ. То есть наша биржа, в принципе, среди российских бирж крупнейшая из товарных. Наши акционеры – это основные нефтяные компании и инфраструктурные организации. Торгуем основными нефтепродуктами. И, чтобы понимали масштаб нашего бизнеса, примерно каждый пятый литр моторного топлива России был приобретен через биржу. Это по мировым стандартам достаточно большой процент от товарооборота, проходящего через биржу. Торги, естественно, ведутся на базисах НПЗ. И, говоря уже о срочном рынке, надо еще раз отметить, что у нас есть на бирже две секции отдельные. Есть секции нефтепродуктов – это товарный спор рынок, да, и есть отдельная секция срочного рынка, где торгуются фьючерсы на нефтепродукты. Биржа одна, нефтепродукты присутствуют там и там. Теймин – это две секции, у которых, соответственно, есть отдельная система членства. То есть вы можете быть участником торгов в секции нефтепродуктов, торговать нефтепродуктами как товаром. А чтобы начать торговать фьючерсами, вам нужно стать участником торгов в секции срочного рынка СКБНТСБ. Это отдельная категория. Вообще наш рынок срочный, рынок фьючерсов на нефтепродукты. Основной такой толчок к развитию получил в середине 2018 года, когда начали торговаться поставочные фьючерсы на нефтепродукты. Сейчас в них этот список входит фьючерсы на жирные углеводородные газы, торгуем фьючерсы на ПБА, на конденсат газовый стабильный, на бензин 92-й и 95-й. Рост из года в год у срочного рынка достаточно серьезный. Достаточно сказать, что в 2019 году мы выросли в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, ну и сейчас уже превысили показатели 2019 года. То есть рост 2020 года тоже будет очень значимым. Это означает, что участники рынка нефтепродуктов для себя открывают вот эти возможности, которые дает срочный рынок, и приходят к нам, ну мы видим, новые компании появляются постоянно, новые клиенты у брокеров. И, собственно, вот этот семинар тоже одно из тех путей, в котором информация о том, что какой срочный рынок, для чего он нужен, и поступает, собственно, потенциальным участникам. Поэтому надеемся, что по итогам вы сможете для себя что-то полезное узнать, чем-то, если заинтересоваться, то задать нам вопросы, на них ответим. Вот. И таким образом вы сможете понять, нужен вам срочный рынок или нет. Вот тут некая статистика за прошлый наш год торговый. Про инфраструктуру срочного рынка. Мы, как биржа СПБ, МТСБ, да, называемся организатор торгов, то есть мы заключаем, то есть мы регистрируем сделки, заключаемые с фьючерсами, и есть клиринговая организация, это РДК, странерное общество РДК, которое выполняет клиринг по этим сделкам, то есть оно обеспечивает расчеты обязательств и их исполнение по фьючерсам. Вот. Клиринговая организация РДК одновременно является центральным контрагентом на срочном рынке. И, собственно, денежные расчеты по итогам торгов осуществляются через несколько расчетных банков. Это приведено на слайде, можно посмотреть. В принципе, те, кто знаком с торгами в секции нефтепродукты, видят, что здесь, в принципе, все похоже. Единственное, что клиринг в секции нефтепродукты осуществляет сама биржа, вот, а здесь компания РДК, то есть клиринговое обслуживание разных компаний на срочном и на скоттеринг происходит. Вот. Ну и расчетные банки практически совпадают, но не полностью. Обратите внимание. Торги, значит, по времени проходят каждый день рабочий с 11 до 4 часов дня по Москве. В этот момент, собственно, поддерживают котировки по фьючерсам и есть возможность, если вы еще не подключены к самой торговой системе срочного рынка, зайти к нам на сайт СПБ МТСБ в раздел «Срочный рынок». Там есть код торгов и совершенно бесплатно, но с 15-минутной задержкой вы сможете увидеть, как котировки выставляют и какие сделки выключают участники торгов. То есть это реальная трансляция под торгов бесплатная, чтобы оценить потенциальным участникам таким образом, насколько вот их ликвидность устраивает, можно сразу как бы посмотреть без всяких дополнительных подключений просто через интернет. Очень рекомендую. Вот. Еще, собственно, базовым инструментом у нас, как я говорил, были поставочные фьючерсы, с которых мы начали в 2018 году. Поставочные фьючерсы – это, собственно, фьючерс, который заканчивается поставкой товара. Так как цели использования фьючерсов, они не всегда являются поставкой финальной товара. Иногда фьючерсы используются именно в качестве инструмента игры на сновых колебаниях, например, либо стереокиджирование, но без поставки товара. Такое тоже возможно. Поэтому недавно, 10 июня, чуть больше, чем месяц назад, было принято решение на SBBend SB параллельно с поставочными фьючерсами запустить еще и расчеты. Вот. Сейчас они торгуются уже достаточно активно. Там есть открытые позиции, уже где-то 3000 контрактов за месяц наторговали. И, в принципе, можно сказать, что этот инструмент имеет право на жизнь. Я думаю, что у него хорошее будущее. Смысл в том, что это фьючерсы по цене, совпадающие с поставочными, но при этом не заканчивающиеся расчетами и имеющие, соответственно, лот не 60 тонн для железнодорожных поставок, а одну тонну, что гораздо удобнее для мелких сделок, потому что физическая поставка по ним не осуществляется. И сейчас у нас торгуют, соответственно, на 3 месяца вперед расчетные контракты на бензин на 92-95, жирные углодородные газы и фьючерсы на газовый конденсат расчетные тоже торгуются. Вот. Если свести в табличку те стандартные фьючерсы, которые торгуются на срочном рынке, то можно сравнить поставочные и расчетные контракты, увидеть, что они отличаются, первое всего, конечно, отсутствием поставки для расчетных контрактов. Поставочные заканчиваются поставкой, расчетные, соответственно, расчетные финансы заканчиваются. Окончательная цена определяется для поставочных контрактов в последний день на основании сделок, заключенных в последний день, и по этой цене будет поставка товара. У расчетных контрактов они берут цену от поставочных контрактов аналогичных. То есть, если вот есть поставочный контрактный бензин, например, 92-й на Лугувате и расчетный контрактный бензин 92-й на Лугувате, что в тот последний день торговки, когда определяется цена для поставочного контракта, аналогично цена определится для расчета. Это, собственно, дает гарантии того, что расчетный контракт, несмотря на то, что поставка по нему не осуществляется, что его цена не отклонится от рынка физического товара, то есть ей нельзя манипулировать только потому, что она не предлагает контракт поставки. Вот, понятно, как я уже сказал, поставочный контракт 60 тонн, у расчетного 1 тонна, шаг цены у них у всех 1 рубль, и допуск к торгам и на том, и на другом имеют физические и юридические лица с единственным ограничением, что для того, чтобы участвовать в поставке товара по поставочным фьючерсам, то есть физическое лицо не может поставлять, оно потому, что не сможет организовать поставку товара в секс-нефтепродукты. Вот, соответственно, а юридическое лицо может осуществлять поставку, но только в том случае, если оно же является в каком-то виде представленной в секс-нефтепродукты, например, является участником торгов в секс-нефтепродукты либо клиентом участников торгов, и через это присутствие на секс-нефтепродукты может быть осуществлена поставка по поставочному фьючерсу. Просчетам, соответственно, всего этого не нужно, и вы даже как физик, как физическое лицо можете участвовать в торгах расчетным контрактом, не имея риска выхода на поставку. Поэтому ценообразование на них похоже практически синхронное. Немножечко о фьючерсах и базовых понятиях, которые нужны для того, чтобы ориентироваться на этот рынок. Собственно, определение фьючерса, это сделка с исполнением будущего, включаемая на бирже, имеющие стандартные параметры. В этом определении важно всё. Во-первых, это исполнение именно в будущем, во-вторых, это биржевой инструмент фьючерсов. То есть вне биржевых фьючерсов не бывает. Стандартный контракт, включаемый на биржу, имеющий стандартные параметры, поэтому он стандартный. Это значит, что когда вы видите, что кто-то торгует у нас на бирже фьючерсами на бензин 92, то все понимают, что каждый лот этого фьючерса определяется одной и той же спецификацией. То есть у него есть параметры, требования к байсному активу, срок исполнения, количество активов в одном лоте, шаг цены и так далее. И все это для каждого лота фьючерса, проданного или купленного на бирже одинаково, потому что оно закреплено в спецификации. В этом есть стандартизация. Как я уже говорил, фьючерсы бывают, это контракт исполнения в будущем и эти сроки исполнения в будущем, они зафиксированы для каждого фьючерса отдельно. То есть у нас одновременно торгуются поставочные фьючерсы с исполнением 12 ближайших месяцев. Исполнение осуществляется, то есть у нас завершается обращение фьючерса в последний торговый день каждого месяца, и в первый торговый день следующего месяца происходит исполнение по нему, то есть заранее известна дата исполнения у каждого фьючерса. И таких фьючерсов обращаются на биржи 12, и когда один исполняется, потому что кончается очередной месяц, то появляется 12 фьючерс новый, и таким образом мы всегда можем иметь фьючерсы с исполнением равномерно каждый месяц года. То есть один из параметров фьючерса это месяц исполнения. И фьючерс с конкретным месяцем исполнения называется серия. То есть у нас сейчас торгуется, да, у нас сейчас июль, соответственно, есть фьючерс исполнения в августе, торгуется ближайшая, это авустовская серия, можно назвать ее так. август, сентябрьская дальше торгуется серия, октябрьская и так далее. То есть у нас торгуется 12 серий вперед. Каждая серия это фьючерс с исполнением в определенном месяце. А вместе, так как они все одной спецификацией определены, эти фьючерсы называются тип фьючерс. То есть у нас есть тип фьючерс, например, на бензин на 1.92 с поставкой с базовой точки LVW, и у них есть 12 серий. Вот это вот такие термины используются на срочном рынке. И, собственно, когда вы видите кодировку для фьючерса, вы видите, например, название фьючерса, дальше две цифры. Первая цифра это номер месяца поставки, а вторая цифра это последняя цифра года поставки. Соответственно, когда у нас оканчиваются цифры месяцев, там начинается ABC, то есть, соответственно, октябрь, ноябрь, декабрь, соответственно, будет ABC. Ну, а год он остается, соответственно, последний месяц, последняя цифра. Вот. Еще несколько важных фазовых понятий фьючерса. Расчетная цена, например. Что такое цена? То есть фьючерс каждый день торгуется до момента окончания своей своего срока обращения. Если мы берем ближайший фьючерс, например, поставка, по которому будет в августе, то он торгуется до конца июля. После чего, соответственно, торги по нему прекращаются, начинается период сначала подготовки к поставке, потом поставки. То есть поставка у него должна завершиться в течение всего августа, а до конца июля можно по нему совершать сделки. Вот. И каждый день на основании тех сделок, которые будут совершены с фьючерсом, мы определяем расчетную цену этого фьючерса, которая определяется, если так упростить, как среднеизвешенная цена сделок за конкретный торговый день. Но, соответственно, каждый день цена меняется. То есть сделки сегодня прошли по одной цене, дальше какой-то другой. И поэтому расчет цена каждый день меняется. Что из этого следует, я дальше скажу. И в последний торговый день определяется некая окончательная расчетная цена, по которой будет произведена поставка товара в тот период, который, собственно, для поставки по фьючерсу. Вот. А, собственно, почему я говорил, что расчет цена меняется, да, от этого зависит вариационная маржа. То есть, например, я купил по цене P1 фьючерс, дальше по нему проходили торги, и в какой-то, допустим, день другой, следующий день цена закрытия, то есть окончательно цена на тот день оказалась P2, и P2 больше, чем P1. Так как я купил, соответственно, и цена фьючерса выросла, то для меня это хорошо, потому что цена купленного мною, грубо говоря, актива выросла. И биржа, точнее клининговая организация, выплачивает участнику торгов, который купил, в случае, что она выросла, она выплачивает разницу цен. Эта выплата происходит каждый день. То есть, если я сегодня купил, цена к вечеру выросла, мне выплатит клининговая организация разницу ценой покупки и сегодняшней окончательной ценой. Если она завтра еще выросла, еще выплатит и так далее. Если она будет падать, а я купил, то я буду выплачивать клининговой организации разницу этих цен. Если я продал, то будет обратная ситуация. Сейчас я покажу. Важно понимать, что такое график прибыли и убытков по фьючерсам. Вот зелененькая, наклонная, под 45 градусов, такая прямая, это мой график прибыли и убытков в случае покупки фьючерса. То есть, как только цена растет, я начинаю получать доход, если я купил фьючерс. Как только цена падает, я, соответственно, начинаю выплачивать деньги, и это мой убыток. Если я продал фьючерс, то у меня обратная ситуация. Как только цена падает, я начинаю получать прибыль от этого фьючерса. Как только цена растет, я начинаю выплачивать деньги клининговой организации, то есть нести убытки. Вот такой симметричный график прибыли и убытков у фьючерсов. То есть, если я купил, то я получу прибыль при росте и убыток при падении цены. Если я продал, то наоборот, я получу прибыль от падения цены и убыток при росте. И, соответственно, вопрос возникает, когда я выигрываю деньги от того, что, допустим, я купил, цена выросла, то понятно, мне клининговая организация деньги перечислит на мой счет, который я в клининге открыл. А откуда она возьмет деньги, если, например, мне нужно ей деньги перечислить, если цена упала? И для этого биржа в лице клининговой организации берет гарантийное обеспечение, которое обеспечивает, собственно, тот запас денег, из которых выплачивается вот эта вот вариационная маржа при изменении цены. То есть, прежде чем начать торговать на фьючерсах, я вношу некий процент от, собственно, номинала контракта в виде гарантийного обеспечения. Это зависит от разных, от волатильности фьючерсов, но обычно это небольшая доля от, собственно, номинала той сделки, которую я совершаю. То есть, если тонна стоит 50 тысяч рублей, допустим, то достаточно внести 5 тысяч рублей, чтобы купить фьючерс на одну тонну. Я покупаю, вношу 5 тысяч рублей, покупаю фьючерс на одну тонну. Поэтому, если цена растет, мне клининговая организация начисляет разницу, но если цена падает, клининговая организация из моего гарантийного обеспечения начинает списывать эти деньги. Вот эти 5 тысяч рублей, которые у меня лежат в гарантийном обеспечении, они как раз используются как тот источник, из которого будут выплачиваться моим контрагентом другим каким-то, которые выиграли от падения цены, а с меня, соответственно, их деньги возьмут из гарантийного обеспечения. Поэтому, прежде чем торговать на фьючерсах, необходимо внести гарантийное обеспечение, которое лежит в клининговой организации для этих целей. на цели гарантированной выплаты вариационной маржи. Теперь еще в таком понятии, как центральный контрагент. То есть, как я говорил, клининговая организация является центральным контрагентом. Это означает, что она выступает фактически центральной стороной по всеми сделкам фьючерса. То есть, если всех продавцов взять, то все продавцы фьючерсы на самом деле продали центральным контрагентом, а все покупатели, купившие фьючерсы, купили их у центрального контрагента. Он стоит в средней такой части каждой сделки с фьючерсом. И для чего это нужно? Это нужно, во-первых, чтобы вы не имели сделки с каким-то конкретным контрагентом и не несли, ну, другим участникам, и не несли, соответственно, риски на контрагента этого. Вы должны знать, что торгуя фьючерсами, вашим контрагентом всегда является клининговой организацией, пока вы не вышли на поставку по фьючерсам. Соответственно, клининговая организация имеет большой капитал, имеет понятное регулирование, и вы поэтому можете спокойно быть уверены, что вам не нужно проводить все время оценку надежности контрагента. Если вы доверяете надежности центрального контрагента в лице клининговой организации, то значит, что вы можете торговать фьючерсами, дополнительно не беспокоясь о том, будет ли исполнена эта сделка в фьючерсной риге. Вот. Что еще это дает? Это, например, дает то, что у вас у всех на фьючерсном рынке единый контрагент, дает возможность зачитывать сделки. То есть, если я сегодня продал фьючерс, его кто-то купил, а завтра я купил фьючерс, ну, от этой же серии, а его мне кто-то продал, то у меня две сделки накуплены на продажу, и контрагент у меня, на самом деле, один и тот же, центральный контрагент. И так как сделки с одним и тем же контрагентом, с одним и тем же параметрами, то они, так сказать, однородны и могут быть взаимозащитены. Собственно, они взаимозащитываются, и поэтому я могу покупать и продавать фьючерсы, сколько хочу раз до момента их исполнения, и они, соответственно, будут взаимозащитываться. То есть, я могу купил фьючерс, получил обязательство в будущем получить товар, продал фьючерс, закрыл это обязательство. То есть, центральный контрагент позволяет каждому торгующему на фьючерсном рынке закрывать открытые позиции, то, что называется. То есть, закрывать куплю-продажу, продажу куплей. Вот, собственно, что такое открытая позиция? Да, открытая позиция – это как раз возникновение обязательств в будущем. Я когда покупаю фьючерс, я получаю обязательство в будущем приобрести товар и оплатить его. Соответственно, пока фьючерс не исполнился, но я уже его купил, это называется открытая позиция. Она может быть длинная и короткая. Длинная – это на покупку, короткая – на продажу. И так как у нас есть центральный контрагент, то открытые позиции до исполнения фьючерса можно закрыть. То есть, я вот, пример, да, у меня тут есть на слайде. Вот я покупаю, у меня открытая позиция на покупку. Я потом продаю, они взаимозачитываются, и у меня больше нет открытых позиций. Я больше никому ничего не должен, и финансовый результат – это разница между покупкой и продажей. И то же самое с продажей. Я продал фьючерс, таким образом обещал в будущем, получил обязательство поставить товар какой-то. После чего через какое-то время, но до исполнения фьючерса, я делаю, собственно, покупку этого же фьючерса, и моя продажа с покупкой взаимозачитывается, позиция открытая закрывается. Мои обязательства прекращаются. Остается только финансовый результат, который равен разнице между покупкой и продажей цены. Сейчас давайте отвечу на вопросы, которые есть уже у нас в чате. Так, сколько составляет штраф за непоставку, спрашивают. Значит, за непоставку. Ну, тут вопрос, да, у нас есть два типа неисполнения обязательств. Можно не исполнить... Ну, сейчас вот Алексею, я думаю, даже так проще делать. Сейчас я Алексею передам слово, он будет более подробно рассказывать в том числе о поставке, и там он, наверное, тогда на этот вопрос ответит. Алексей, готов? Никита, спасибо большое за интересный рассказ. Вот, я тогда продолжу вебинар, и во второй части мы рассмотрим несколько практических примеров, посвященных использованию фьючерсного контракта. В частности, один из примеров, это такой самый базовый, это закупка через фьючерсный контракт. Никита уже упоминал о такой возможности, это как раз и есть хеджирование. И будут два небольших примерчика по игре на ценовых колебаниях. Ну, начнем мы с базового нашего примера, а именно закупки через фьючерсный контракт. Прежде чем перейти к самому примеру, несколько слов я бы хотел сказать о том, что нужно сделать участникам для того, чтобы выйти на срочный рынок, и для того, чтобы получить возможность торговать на нем. Ну, в первую очередь, вам необходимо стать участником торгов в секции срочного рынка. Вы можете это сделать либо самостоятельно. Для этого необходимо получить аккредитацию в качестве участника торгов. Соответственно, вы можете получить аккредитацию в качестве посетителя. Это стоит 100 тысяч рублей в год. Либо вот есть вариант стать членом секции, это миллион рублей стоит. Взнос единоразовый, и вы безлимитно, соответственно, в течение всего периода времени можете торговать на срочном рынке. Есть также максимальная категория, это член биржи. Она стоит 6 миллионов рублей, но это дает вам возможность торговать во всех секциях биржи СПБ и МТСБ без ограничений по времени. Есть альтернативный вариант. Вы можете пойти и встать на брокерское обслуживание в качестве клиента брокера. В этом случае с биржей прямых договорных отношений у вас нет, но при этом вы точно так же можете торговать на бирже через брокера. Брокер будет взимать с вас определенную брокерскую комиссию, возможно, это будет еще какая-то абонентская плата. У брокеров, в общем-то, условия индивидуальные, поэтому тоже непосредственно с брокерами вы можете выяснить. Помимо того, что вы должны аккредитоваться в качестве участника торгов, вам нужно стать еще и участником клиринга в РДК. Опять же, для того, чтобы стать участником клиринга, вам потребуется вынести взнос в гарантийный фонд. Размер взноса зависит также от категории участия. Например, если вы планируете осуществлять сделки только от своего имени и за свой счет, это категория посетителей торгов на срочном рынке, то вам достаточно будет внести 400 тысяч рублей. Если же вы планируете обслуживать клиентов, то взнос несколько больше, это 600 тысяч рублей. Сам взнос является возвратным, на него начисляются проценты, проценты начисляются в районе ставки рефинансирования чуть меньше. Также существует и альтернативный вариант участия в клиринговой организации, то есть вы можете стать клиентом-брокером. Что еще нужно для того, чтобы начать торговать на срочном рынке? Также, как и на спот-рынке, то есть в секции нефтепродукты, вам необходимо вынести гарантийное обеспечение. Но в отличие от спот-рынка, гарантийное обеспечение на срочном рынке различается и зависит от базисного актива и зависит также от волатильности цен по этому базисному активу. На слайде вот приведены стандартные ставки гарантийного обеспечения, в принципе называется это на срочном рынке, это называется депозитная маржа. Вот, например, для бензинов и дизельного топлива такие ставки составляют в среднем 7-10% от объема сделки. Для СУГов 15%, для КГС около 12%. Конечно, если на рынке наблюдаются резкие и сильные ценовые колебания, вот как мы видели было в период пандемии с СУГами, когда за месяц-полтора цены выросли на более 200%, то этот факт, естественно, учитывается риск-менеджментом РДК и ставки вырастают. Вот на текущий момент они ставляют в районе 30%. Это не означает, что такая ставка будет действовать все время. Через какое-то время, когда рынок успокоится и, соответственно, риск-менеджмент РДК пересчитает ставку, и она вернется к своему стандартному уровню, то есть там в размере 15%. Как вносится гарантийное обеспечение? Гарантийное обеспечение вы можете внести через любое из расчетных банков. Никита уже говорил об этом. Вот на слайде, опять же, перечислено 7 банков, через которые вы можете внести такое гарантийное обеспечение. Также можно осуществить перевод гарантийного обеспечения между секциями. То есть в секции нефтепродукты вы можете перевести в секцию срочного рынка и наоборот. До 50% гарантийного обеспечения может составлять валюта, либо евро, либо доллара. Также до 50% гарантийного обеспечения может быть вынесено гарантией аккредитованного банка. Одного из 18 представленных на текущем слайде. Какие еще затраты у вас будут при осуществлении торгов на срочном рынке? Биржа и клиринговая организация взимает плату на сбор за регистрацию сделок. На слайде также представлены эти сборы. Вкратце, биржевой сбор за сделку со светлыми нефтепродуктами составляет 5 рублей 14 копеек. За сделку с сугами 3 рубля 17 копеек. Клиринговый сбор 3,86 и 2,38 соответственно. Буквально теперь пару слов о том, как осуществляется ценообразование по фьючерсному контракту. Наш пример мы будем рассматривать на базе поставочного фьючерсного контракта на бензин 92 с базовой точкой ценообразования на ЖД станции Алугува. И когда вы заключаете сделку с фьючерсным контрактом, фактически ценообразование у вас определяется в точке ценообразования, то есть на станции Алугува. Но при этом, когда вы выходите уже на поставку, то цена сделки на спот-рынке будет определяться как цена фьючерса в день исполнения плюс стоимость транспортировки до указанной покупателем станции назначения. Собственно, возникает вопрос, откуда узнать стоимость транспортировки. Стоимость транспортировки определяется в приложении к спецификации, которое называется «Параметры поставочных фьючерсных контрактов». Чтобы посмотреть эту табличку, вам необходимо зайти на наш сайт, выбрать «Срочный рынок», там раздел «Документы», найти соответствующий блок, и в файле найти таблицу номер 2. Значит, таблицу номер 2. Дальше вы определяете расстояние от базовой точки ценообразования до вашей станции назначения. Для примера, предположим, что это 23 километра. Находите соответствующую строчку и определяете стоимость транспортировки до вашей станции назначения. Таким образом, когда покупаете фьючерсный контракт, вы всегда можете рассчитать для себя финальную, финальную, окончательную стоимость поставки по фьючерсному контракту. Ну, теперь возвращаясь, собственно, к самому примеру. Закупки через фьючерсный контракт. Вы выставляете заявку в торговой системе срочного рынка. Заявку на покупку. Вот у нас в примере приводится, значит, что выставляете заявку по цене 42 тысячи рублей, поскольку фьючерс поставочный, лот у него 60 тонн, и заключаете сделку с фьючерсным контрактом на бензин 92 с поставкой в июле 2019 года. Предположим, на следующий день цена изменилась и стала равна 41 875 рублей. Ваша позиция в результате такого изменения цены будет переоценена, Никита об этом уже говорил, что ежедневно осуществляется переоценка вашей позиции по рыночной цене, и в результате соответствующего изменения цены будет произведена переоценка вашей позиции по цене 41 875 рублей. В этом случае с вас спишется вариационная маржа, с вашего счета спишется вариационная маржа в сумме 7 500 рублей. Эта цифра получается следующим образом. 125 рублей изменение цены за тонну умножаем на 60 тонн и получаем 7 500 рублей. Здесь мы добавили столбец, который назвали сумму вариационной маржи, и здесь будет вычисляться сумма вариационная маржа нарастающим итогом за все дни, пока у вас открыта позиция на покупку. Давайте посмотрим дальше. Следующий день, 23 апреля, цена снова вернулась к уровню 42 000 рублей. Вам будет начислена положительная вариационная маржа 7 500 рублей, и суммарная вариационная маржа у вас получится 0 рублей. То есть фактически это означает, что если по фьючерсному контракту нет изменений цены, то, собственно, никаких движений денежных средств не происходит. Смотрим дальше, что происходит с фьючерсным контрактом. Цена растет. Соответственно, вариационная маржа положительно начисляется вам на ваш денежный счет. Ну вот мы давайте посмотрим динамики, что происходит. 15 мая у вас уже суммарная вариационная маржа составила 361 200 рублей. И такие денежные расчеты происходят каждый день до даты исполнения контракта. Вот мы, значит, пришли уже к дате исполнения контракта. Это последний торговый день по фьючерсу. 27 июня 2019 года. Цена по контракту составила 46 463 рубля. И суммарная вариационная маржа 267 780 рублей. Получается, что за все время, с момента открытия вами позиции, то есть с момента заключения сделки на покупку, вы получили на тонну 4 463 рубля. Это и будет ценой экспирации контракта, то есть ценой исполнения вашего контракта, ценой покупки товара. Но при этом вот здесь очень важно отметить, что фактически цена покупки для вас составит 42 тысячи рублей. Почему так происходит? Потому что вы за все время обращения фьючерсного контракта получили положительную вариационную маржу в размере 4 463 рублей. И если из рыночной цены в последний день вычесть эту суммарную вариационную маржу, то мы получим 42 тысячи рублей за тонну. Таким образом, вывод можно сделать такой, что финансовый результат зависит только от цены первой сделки. Давайте чуть-чуть я поподробнее расскажу о том, какое гарантийное обеспечение вы вносите, как списывается вариационная маржа. Для открытия позиций вам нужно будет предварительно внести на гарантийное обеспечение около 8% от суммы сделки. Вот как раз из этого гарантийного обеспечения и будет списываться ваша вариационная маржа в случае, соответственно, ее отрицательного значения. При этом положительная вариационная маржа может быть выведена со счета в любой день. То есть, например, 25 апреля вы получили положительную вариационную маржу в размере 114 тысяч, и вы уже на следующий день можете ее вывести. А в случае, если вариационная маржа была отрицательной, и в результате этой отрицательной вариационной маржи, в результате ее списания с вашего денежного счета ваше гарантийное обеспечение составило менее 8%, то вам необходимо восполнить до уровня 8% достаточно оперативно. Это нужно сделать в течение одного дня. Что происходит в момент экспирации контракта? В последний торговый день до 16.30 все продавцы и покупатели должны предоставить уведомления о соответствии позиционного регистра на срочном рынке, товарному и денежному регистру на спот-рынке. Это нужно для того, чтобы биржа понимала, с каких товарных и денежных регистров вы будете исполнять свои обязательства в секции нефтепродукты, поскольку фьючерсный контракт исполняется путем заключения сделки в секции нефтепродукты. Также покупатели должны предоставить станции назначения и объемы на эти станции, на которые должна быть осуществлена поставка во исполнение фьючерсного контракта. По итогам последнего торгового дня биржа формирует сводный список всех станций назначения и соответствующих им объемов, полученных от покупателей, и направляет этот отчет продавцам. Продавцы на основании полученного отчета имеют право выбрать предпочтительные станции назначения. Делают они это в течение следующего дня после последнего торгового дня до 16.30. На самом деле это не поменяли на слайде, там до 14.00. Продавцы имеют право выбрать предпочтительную станцию назначения и, соответственно, направить ее на биржу. Биржа на основании информации от продавцов и на основании информации от покупателей определяет пары по формальному алгоритму. Этот алгоритм прописан в правилах торгов и направляет отчеты об определении пар по договорам поставки. Что происходит дальше? Дальше участники на следующий торговый день после дня определения сторон по договорам поставки заключают в секции нефтепродукты сделки в исполнении фитчерсного контракта. Для этого продавцы до 12.30 должны направить адресную заявку своему контрагенту, указанному в отчете, а покупатели до 13.00 должны выставить встречную заявку, также адресную, по итогам которой, собственно говоря, произойдет сделка. Сделка же исполняется в соответствии с правилами спота. Отгрузка составляет 30 дней. После того, как участники заключили сделку на споте, гарантийное обеспечение на срочном рынке освобождается и обязательства по фитчерсу считаются выполненными, а поставка уже идет по правилам секции нефтепродукты. Здесь мы рассмотрели такой базовый пример хиджирования, то есть рассмотрели, как начисляется, списывается эволюционная маржа, как происходят денежные расчеты, как происходит поставка, какие документы необходимо предоставить покупателям, какие продавцам. Следующим примером... Держ, можно я тебя прерву на секундочку? Да, да, да. Мне кажется, сейчас очень как раз к месту будет ответить на вопрос от участника, сколько составляет штраф за непоставку. Да, Никит, спасибо, что напомнил про вопрос. Значит, смотрите, на самом деле штраф непоставки здесь может быть двух видов, как начинал говорить Никита. Вот, действительно, непоставка может быть двух видов, то есть непоставка может происходить на срочном рынке. Сейчас я перелистаю назад. То есть непоставка может произойти в последний торговый день по фичерсному контракту, когда продавец и покупатель не выполняют условия допуска к поставке. То есть, например, они не предоставили уведомления о соответствии позиционного регистра или покупатель не предоставил станцию назначения, на которой должна быть осуществлена поставка. Это называется невыполнение условий допуска и, соответственно, за это РДК взимает неустойку. Неустойка в этом случае будет равна поставочной марже. Поставочная маржа определяется, также РДК составляет приблизительно половину от вставок в депозитные маржи. И второй вид неустойки, который может появиться, это неустойка в секции нефтепродуктов, когда по фичерсному контракту все обязательства были выполнены, заключен договор в секции нефтепродуктов. Но в самой секции нефтепродуктов по договору было зафиксировано неисполнение. Например, продавец не поставил товар, либо покупатель не принял поставленный товар. Ну, либо какие-то другие причины. И вот в этом случае клиринговая организация спишет неустойку, например, с покупателем и передаст к продавцу, либо наоборот. Эта неустойка составляет 5% стандартно для секции нефтепродуктов. Да, вот тут еще как раз попросили, выточнили, действительно ли, если продавец включил сделку на спатье, то штраф составит всего 5%. Да, действительно это так. Там немножко для продавцов немного сложнее методика расчета неустойок, но в среднем она составляет 5%. То есть можно ориентироваться на эту цифру. Более подробная методика, она на сайте размещена, но вот в среднем, да, это 5%. И для покупателей, и для продавцов. Так, ну что, возвращаемся к нашему второму примеру, который посвящен игре на ценовых проливаниях. Это уже, в общем-то, пример такого спекулятивного характера. Значит, давайте рассмотрим покупку расчетного фьючерса. На слайде изображен график бережевого и внебережевого индекса по 92-му бензину. Мы видим, что наблюдается сезонная такая тенденция по этому товару. И, собственно говоря, не только мы это видим, видит это и TraderX, который ожидает рост к летним месяцам выше уровня 48 тысяч рублей. Соответственно, видит, что сейчас торгуется в фьючерсный контракт расчетный с исполнением в июне. И он стоит сейчас 48 тысяч рублей. Цена же на споте составляет 46 тысяч рублей. Ну, то есть его устраивают такие цены. И он заключает сделку на покупку бензина по цене 48 тысяч рублей. Но, как мы знаем, из-за пандемии расчет его не оправдался. И цены бензина достаточно серьезно упали. До 37 тысяч рублей на споте. Срочный рынок тоже отыграл это падение. И цена упала с уровня 48 тысяч рублей до 36 тысяч рублей. Соответственно, как вы помните, в случае, когда цена падает, а у трейдера открыта позиция на покупку, он несет убытки. Собственно говоря, трейдер, видя, что он несет убытки, решил закрыть свою позицию обратной сделкой. В конце марта не стал даже дожидаться дальнейшего падения. Но фактически он зафиксировал для себя убыток в размере 4 тысяч рублей. Вот на слайде мы это видим, что открыта была позиция по 48 тысяч. С 30.03. он заключает обратную сделку на продажу по цене 44 тысяч. Соответственно, фиксирует для себя убыток в 4 тысяч рублей. Но в конце апреля он видит низкую цену, понимая, что все-таки будет скорый рост цены на бензин. И решает сделать ставку на повышение цены и купить фьючерс с исполнением в июне. Покупку он совершает по цене 39 тысяч рублей за тонну. В этом случае расчет его оказывается верным. И до дня исполнения фьючерса, до 31 мая, поскольку это июньский фьючерс, цена его вырастает до 47 тысяч рублей. Трейдер получает положительную эволюционную маржу в размере 8 тысяч рублей. И если рассмотреть весь период, в течение которого трейдер проявлял торговую активность и покупал-продавал фьючерсные контракты, то можно посчитать его общий финансовый результат, который составит 4 тысячи рублей. Это его прибыль. То есть, в принципе, он достаточно успешно провел операции на срочном рынке. При этом, поскольку фьючерс расчетный, никаких обязательств поставки у него не возникает. То есть фьючерс исполняется расчетным образом, трейдеру выплачивается финансовый результат, и на этом его обязательства прекращаются. Аналогичный пример игры на ценовых колебаниях только на продажу. Такая же ситуация, только трейдер Y вовремя оценивает перспективы ослабления спроса на бензин и решает играть на понижение. Соответственно, он продает фьючерсный контракт по цене 48 тысяч рублей. И, значит, после этого цена по фьючерсному контракту и на спот рынке начинает падать. К концу апреля цена падает до 36 тысяч рублей. Значит, трейдер за это время получает прибыль в размере 11 тысяч рублей. Но вовремя не закрывает свою позицию, и рынок начинает расти. Соответственно, трейдер начинает нести убытки от роста цены, потому что у него позиция на продажу. Не дожидаясь дальнейшего роста, трейдер все-таки решает закрыть свою позицию обратной сделкой. То есть он покупает фьючерсный контракт. Его убытки с момента разворота тренда составляют 4 тысячи рублей. Но с учетом прибыли, полученной до этого в 11 тысяч рублей, суммарно его результат финансовый составляет 7 тысяч рублей прибыли. То есть результат для трейдера вполне себе успешный. В принципе, мы смотрели такие базовые примеры. На этом у меня все. Я бы хотел еще сказать, что у нас есть телеграм-канал. На срочном рынке вы можете на него подписаться. Здесь мы пишем о ключевых событиях срочного рынка, изменениях, бесплатных торгов, различные информационные события. Напоминаем участникам об исполнении фьючерсных контрактов. Ссылочка присутствует в презентации. Канал является закрытым. Подпись анонимна. Другие участники вас не видят в списке подписавшихся. Так что, если есть желание, то будем рады видеть вас на нашем канале. Спасибо, Алексей. Ну, а я еще раз напомню, что если есть какие-то вопросы, можете их в чате сейчас написать, мы на них тут же ответим. И еще раз, если кто-то пропустил начало, скажу, что запись этого вебинара будет выложена на YouTube-канал с ПБМТСБ. И вам ссылку пришлем всем, кто зарегистрировался. И презентацию, которую показывали, также будет доступна тем, кто зарегистрировался, мы ее пришлем. Ссылку на нее. Вот. Так что, если есть вопросы, пишите. Если нет, то это тоже хорошо. Это даже превосходит наши ожидания, значит, ваш уровень понимания. Ну, и продолжаем мы эту серию вебинаров. То есть, будут дальше вебинары, более подробно раскрывающие работу с поставочными контрактами, с расчетными контрактами. Все методики, которые используются в лихиджировании. У нас есть такие в нашем цикле вебинаров эти темы. И они будут в дальнейшем более подробно раскрываться. Так, вот от Руслана вопрос. Тарифы по железнодорожным перевозкам от станции отправления до станции получателя фиксированы. Можно ли отгружать своими силами от станции до станции? Значит, по поводу тарифов. Да, у вас, как мы сказали, есть доступная на сайте спецификация. У них есть параметры, называемые спецификацией. В этой параметре есть тарифы дорожные в виде просто серфия, зависит от удаленности от базовой точки ценообразования. То есть, соответственно, там километраж и соответствующая сумма за транспортировку. Вот, есть все это, можете посмотреть. То есть, сколько реально будет затрачено продавцом на транспортировку товара, неизвестно, потому что в цену уже заложена сумма транспорта, которая рассчитана в соответствии с этим тарификатором. Вот, например, если это к вопросу, что, как, собственно, фьючерс работает, да? У вас есть базовая точка ценообразования, например, станция Лагуват. А вы знаете, что вы покупатель, и от вас, допустим, до Лагувата, там, не знаю, тысяч километров. Вы смотрите по тарификатору, сколько будет на одну тонну перевозка тысяч километров под станцию Лагуват до вашей станции. Вот, и именно на такую сумму будет увеличена, собственно, цена товара при поставке по фьючерсу. Вот, а если, например, есть продавец, который вам этот продал фьючерс, и он, на самом деле, находится к вам ближе, чем станция Лагуват, ну, таким образом, значит, он заработает на более дешевую транспортировку. А если оказалось, что товар у этого продавца не на станции Лагуват, а дальше, то, значит, он принесет дополнительные потери, да, на организации транспортировки до вашей станции. Вот. Можно ли откружать своими силами от станции до станции? Ну, это вот продавец, собственно, его обязательство организовать доставку товара от любой станции назначения по его выбору до станции, указанной продавцом. Вот такие обязательства у продавца. Да, от любой станции отправления. Да, от любой станции отправления до станции, указанной продавцом, ой, покупателем станции назначения. То есть продавец не обязательно должен нагружать со станции Лагуват, он может отгрузить с любой станции отправления. Да, да. Главное, чтобы товар соответствовал тем качественным характеристикам, которые сформулированы в его спецификации. Да, спасибо. Так. Есть ли еще вопросы от участников? Вот. Пока скажу, что, соответственно, на следующих вебинарах вас также будут уведомлять как будто об этих, то есть если вы уже зарегистрированы были на этом вебинаре, вы получите уведомления о следующих. Ну и будут проходить в таком же формате. Может быть, даже еще боленький тест. Так. Ну, опять же, у нас есть контакты в конце нашей презентации. Если возникнут какие-то вопросы, которые вы хотите задать по тематике срочного рынка, не обязательно по этой презентации, по любым вопросам, касающимся срочного рынка, вы можете обращаться на срочный рынок, по e-mail, по телефону, который там указан в конце нашей презентации, и мы, собственно, дадим вам консультацию. Так что всем спасибо за участие. Надеюсь, это было полезно. Будем продолжать в таком же режиме общения. Все. Благодарю всех за участие. До свидания. До свидания. Продолжение следует...